шалом привет всем с москвы сейчас я анина станция метро и ожидаю вот папа такая расписался вот с водителем и ожидаю сейчас через час примерно будет машина вот и в эти дни сегодня 1 мая кстати 2018 год и вот эти эти дни получается 29 апреля и по 9 мая календаре нашей церкви как раз воспоминание вот этого собора который был в москве в 1923 году 23 год 95 лет тому назад ровно в эти дни как раз исполняется исполнилось и исполняется 95-летие этого собора и очень важное событие которое скажу так не только для нас сейчас вообще для всех наверно важно потому что действительно так или иначе но это событие но повлияло на и влияет на весь ход истории христианства православных в частности вот и конечно да вот здесь на анина сейчас это кэфси сзади меня вы видите здесь храм строится вот и здесь есть пояснение такое нотация написано на этом месте будет вас виден храм святого стресса сердца царя николая второго то есть на счет на этом месте будет нам и там нарисован храм такой ну довольно красивый проект такой честно города в таком стиле то что вы видите сзади меня сейчас это временное сооружение и написано что временный храм и церковная лавка открыты ежедневно написано вот и есть даже сайт царь тире храм точка ру вот вот но интересно москве я не знаю кстати если еще или это первый даже не знаю возможно даже первые можно уже и уже и не первые возможно но к этому культу культу николая второго как царя я тоже имею некоторое отношение дело в том что до 96 года будучи священником традиционной православной церкви как раз молился тогда джигавая второму и даже как художник изображал делал такие образы сегодня конечно же совсем другая история моей жизни вот но вижу что этот культ он сегодня распространяется и пропагандируется да ну а собор двадцать третьего года это собор обновленческий начало как бы до юре начало обновленческого движения да и впереди у нас пять лет до столетия до юбилея такого столетнего юбилея православного обновленчества я думаю что на протяжении этих пяти лет будут соборы будут конференции семинары какие-то лекции служение посвященное карасовым событиям я думаю что и здесь в Москве и в Санкт-Петербурге и в других городах ну особенно наверное Петербург и Москва все-таки обе столицы почему? потому что как раз это движение родилось здесь в Москве в третьем году девяносто три лет назад начиналось и формировалось развивалось вверх решение свое дело де-факто да вот именно это Санкт-Петербург и это также полпинг под Петербургом хотя сейчас это уже часть города да Колпино он уже входит в сам город санкт-Петербург я так понимаю еще как бы процесс вхождения еще потому что там в Колпино заказываешь допустим по Питеру доставка бесплатно пишут но когда узнают что это из Колпино то все равно значит требуют плату доставку значит то есть видимо многие верующие значит не считают в Колпино вот а в Колпино там на реках на берегах реки жоры в общем то там это все чудо происходило формирование начать образование движения и связано с именем Александра Боярского это дедушка Михаила Боярского артиста театра кино и Михаила Боярского я приглашал и сейчас еще раз напишу письмо в театр опять хочу пригласить его на собор и на семинары в Петербурге которые будут посвящены обновленчеству ну ведущему юбилею столетнему ну и также конечно значит один из вечеров снова я посвящу как раз именно памяти Александра Боярского потому что действительно кому честь тому честь и человек он много очень сделал сделал для чтобы обновленчество такое оно и сформировалось и развивалось вот и там когда он был настоятелем Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге здесь в Москве вот таким символом обновленчества был храм Христа Спасителя московский а в Петербурге это Исаакиевский собор собор Исааки Долманского который действительно стал в те годы двадцатые годы символом обновленчества реформации и конечно на семинарах я буду говорить добрым словом вспоминать и Александра Баянского и Александра Бегинского и Антонина Грановского судьба его во многих с Питером была связана ну и с Москвой конечно потому что Грановский собственно здесь в Москве в 1923 году был председателем собора и Грановский он в общем-то здесь и умер в Москве похоронен он в 1927 году и здесь в Москве значит он был значит известен как реформатор в 20-е годы до самой своей кончины в 1927 году он умер вот и значит и он Грановский в Заиконоспасском монастыре здесь в Москве это это центр города это ну возле Красной площади прям буквально недалеко совсем вот и вот это очень тоже важное историческое место вот так вот ну и в Питере конечно и в Москве вот эти семинары этих пяти лет настоящих я посвящаю как раз именно вот 100-летнему юбилею обновленчества поэтому буду рад послужить и у вас если вы из Питера с Москвы вот и с семинарами такими в город вот и благодарю Бога за все так что все до встречи до связи до встречи привет всем с Москвы с любовью во Христе с Иисусе шелом юрсерф 300 долларов за место и я и и и и